Для Нины Ивановны семь верст не околится. За клубникой приезжает в совхоз уже десятый год. Для сборов плодовое хозяйство зовут всех желающих. Условия выгодные. Выполнил норму, увозя домой десятую. Часть того, что снял с грядок, а то и больше. Мы приезжаем для того, чтобы подбитаться воздухом, коллективом, трес снять и покушать клубники. Мы же собираем и, собственно говоря, и в рот не забываем. Совхоз имени Ленина крупнейшее в России предприятие по выращиванию клубники. Или, как правильно называют ее специалисты, земляники. Плодово-ягодные хозяйства страны постепенно приходят в упадок. Это раньше. В одном только Подмосковье их было 15. Теперь у ягод с ленинских полей в родном отечестве конкурентов нет. Зато душат иностранные производители. Например, из Польши на российские прилавки попадает до 200 тонн земляники ежедневно. И когда на рынке появляется польская ягода, а у них несколько другой принцип, они обрабатывают ягоду против серой гнили, у них сорта, которые, может быть, невкусные, но лежат очень хорошо, то они сбиваются, но резко. Земляника – ягода деликатная, грубого обращения не терпит. Только те, чьи пальцы отщепнули не одну тысячу цветоножек, знают, как правильно снимать ее с куста. Ну, надо рвать ее аккуратненько, с плодоножечкой, чтобы кончики были, не были, были все красненькой, хорошенькой, без плодоножечки, когда она будет очень хорошо храниться. В этом году земляника поспела на две недели раньше, чем в прошлом. Щедрый урожай едва успевает распродавать и перерабатывать. А значит, без варенья, джема и компота жители Подмосковья грядущей зимой не останутся. Ирина Короченко, Юрий Шабунин, Ленинский район, Новости Подмосковья.